Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Однажды российского гроссмейстера Владимира Малахова, большого специалиста по эншпилю, спросили, какой вид шахматных окончаний является наиболее трудным для разыгрывания. И Владимир Малахов, подумав, ответил, разноцвет при ладьях. То есть имеется в виду, что на доске пара разноцветных слонов и одна пара ладей. Известно, что в истории шахмат наиболее видным специалистом по такому виду окончаний был 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. В его практике такой вид эншпиля встречался неоднократно и против самых сильных соперников своего времени Карпов исполнял филигранно этот вид окончаний. Но почему именно вот этот вид окончаний является самым сложным? Конечно, разноцвет чистый без ладей, он, можно сказать, намного проще для разыгрывания. Да, там тоже есть сложные позиции, но вот именно наличие ладей привносит такой элемент матовых мотивов в такие позиции. Также, в принципе, ладья может атаковать пешку на любом поле, в отличие от слона. Поэтому очень сложный вид окончаний. Но у меня вот в одной из партий получилось такое окончание. В дебюте я проиграл пешку, но вот видите, у нас две пары ладей, разноцветные слоны, пешку на Б6, мой соперник скушен. И мне здесь нужно пытаться как-то хотя бы сразу не проиграть, какую-то стойку найти. Но, в принципе, при разноцвете, даже если на доске ладьи, это, в принципе, можно сделать. Ну и здесь я решил разменять эту активную ладью. В принципе, нужно сказать, что это эндшпиль достаточно поучительный. Буквально каждый ход несет какую-то определенную смысловую нагрузку. Поэтому я рекомендую вам сейчас попытаться вместе со мной более-менее подробно разобраться в этом окончании. Итак, здесь я сыграл ладья Б8. Ну, видно, что не только атакована ладья, но и рентгеном пешка на Б2, поэтому меняться нужно. Взяли-взяли. Ну и так, на доске искомый вид окончания. Я атакую пешку Б2. Однозначно продвигать ее вперед нельзя, потому что... Да, ну давайте я включу анализ все-таки. Анализ я еще не включил. Ну и здесь, да, вперед нельзя продвигать пешку, потому что слон может забрать соседнюю. Поэтому совершенно верно защитил мой соперник именно по второй линии. Ну, опять же, такой, можно сказать, тоже понятный технический момент, защищать так пешку бесполезно, так как пешка на Б2 оказывается связана. Поэтому однозначно ход ладья Е2. Ну и здесь я начинаю морочить голову, так сказать, моему сопернику. То есть очевидно, что в этой позиции у белых есть угроза сильная Ф4, таким образом сгоняя слона с вот этого поста. Мне нужно обеспечить слону поле Е5. Поэтому однозначно нужно ходить Ж5. Это лучший ход. Конечно, пешка становится на черное поле, что идет вразрез с правилом Капапланки, который говорил о том, что при наличии чернопольного слона все-таки предпочтительнее ставить пешки на белые поля. Но, конечно, многое зависит от конкретной ситуации. Здесь же опять ход лучший. Белый подтягивает короля. Король Е1. Ну и здесь мне, опять же, надо играть активно, потому что у меня все-таки не хватает пешки. Я играю А4. То есть идея этого хода подрезать вот эти пешки, таким образом подорвать пешку Б2, которая защищает пешку на С3. Я хочу ослабить пешку на С3. И мой соперник здесь играет ладья С2. То есть ход, в принципе, возможный, но мне больше нравился в этой позиции ход за белых А3. Таким образом, мы фиксируем пешку на А4, которая может при случае стать добычей слона белых или же ладьи. И в то же время вот этот треугольник пешечный довольно сильный. Но ладья С2. В принципе, ход возможный. И я все-таки продвигаю пешку на А3. Это фактически первая крайняя пешка, которую я продвинул в этой партии так далеко. Что делать? Конечно, бить не хочется, разбивать пешки. Да, я так жертвую вторую пешку. Но явно, что я ее отыграю. И дальше ухудшенная пешечная структура белых не повысит их шансы на победу. Поэтому однозначно Б3. Видите, ладья для этого на С2 и стояла. Дальше. Ладья Д8. То есть добившись вот такого усиления, максимального усиления пешечной структуры на ферзьевом фланге, и я перевожу ладью на открытую линию. Как мы видим, играть сейчас ладья Д2 абсолютно нельзя. Ввиду слон С3, белая теряет ладью на связке. Поэтому белая активизирует слона. Слон Ф1. По-прежнему хода Ф4 нет. Поэтому все-таки активизация слона логичное продолжение. Я опять же вижу, что вторжения никакого нет по линии Д. Усиливаю короля. Слон С4. Неплохое поле для слона. Но в то же время он упирается в пешку на Е6, которую я вполне могу защитить королем, что и делаю. Король Е7. У меня появляется уже в дальнейшем возможность пойти или Ф6, или Ф5 с атакой пешки Е4. Белые играют король Е2. Подтягивают короля. Х5. Надвигаем вперед. Возможно, я сыграю Ж4. Возможно, А4. При случае у меня появится игра по линии Аш. Если здесь позиция вскроется, и будут поля вторжения. Дальше последовало Ф3. И А4. Конечно, Ж4 в этой позиции играть нельзя. Ввиду Ф4. И черный слон должен покинуть центральное поле. Поэтому А4. Здесь я пытаюсь поддеть эти все пешки. Конечно, я согласен на вот такой размен. Таким образом, пешка под боем. Ну и вскрывается линия Ж, по которой я могу оперировать своей ладью. В то же время, ладья на С2 менее активна. Ладья. То есть, вот здесь белые сыграли король Ж2. То есть, на А4, вернее, пошли король Ф2. Идея на ладья Х8 пойти король Ж2. Прикрыли поля. В принципе, при размене вот здесь король на Ж2 контролирует все возможные поля вторжения. Так? Здесь атаки за черных не видно. Поэтому я, видя это, просто задвигаю вторую крайнюю пешку. Даю шаг. Посмотрите, две вот такие задвинутые крайние пешки. На самом деле, это достаточно весомый аргумент. При случае, можно даже где-то пожертвовать слона на Ж3 при отходе короля. И на АЖ пойти Х2. Пешка может пройти в какой-то момент. Король Ф2. Не получив контригры по линии А, ладья возвращается обратно. При этом уже грозит ладья Д1. Поля вторжения здесь все-таки уже появляются. Видите, ладья Д1. Белый играет король Е2. Защищая это поле. Ф5. Еще один ресурс. Вот такой активной, только такой активной игрой, в такого рода окончаниях, вы можете получить шансы не только на ничью, но даже и на победу. Дальше. Взяли. Ну, в принципе, брать, конечно, было не обязательно. Я особо ничем не грозил. Но в то же время, возможность была у меня вскрыть линию, может быть, Ф. То есть, пойти ладья Ф8. Белый принимает решение все-таки разменяться. Дальше. Слон Д3. Атакуем пешку на Ф5. При этом закрываем линию Д. Дальше. Король Ф6. С4. Вот таким образом белые фиксируют пешку С. Но нужно сказать, что ход С4, наверное, не лучший. Потому что удлиняется мой слон. Посмотрите. Он фактически господствует здесь по всей доске. Он намного активнее, чем слон белых. А известно, что в позициях с разноцветными слонами, особенно в Миттельшпиле, но в Эншпиле тоже преимущество имеет тот, у кого более сильный слон. Но у меня пока о преимуществе речь не идет, потому что все-таки я без пешки. Но посмотрите. Эта пешка лишняя на ферзевом фланге надежно застопорена. То есть, пешка Б двинуться не может. Потихоньку я уже уравниваю. Посмотрите. У слона уже отличное поле Д4. Теперь уже вскрылась линия Е. Я могу атаковать по ней короля. Король Ф1 отошел от шаха. И слон Б2. Таким образом, я атакую сразу же слона. Что дальше? Слон Е2. Прикрываем поле на Д1. По-прежнему полей вторжения у черной ладьи нет. Но я продолжаю нагнетать. Ладья Д4. Король Е1. Король дальше пошел на Е5. В центр я пошел. Король Ф2. И ладья Д6. Но пока я выжидаю. Плана никакого нет у меня. Слон Ф1. Вот такой ход. Честно говоря, напал на пешку Х3. Мог я здесь сыграть ладья Д1. А потом зайти за пешкой Е2. Видимо, этот ход даже давал большие шансы на победу. Но все-таки я понимал, что у меня пешки не хватает. Я решил защитить. Вернее, сначала сделал шаг. Да? Такой важный. А потом решил защитить эту пешку. Причем, посмотрите. У меня появляются же манерс Слон Ж1 и Х2. Все-таки в итоге я поставил пешки по КП Бланке. И получил возможность вот так уничтожить пешку на Х2 при случае. Дальше. Ф4. Король Ф6. Что дальше? Король Е1. Ну вот этот ход уже совсем плохой. То есть понятно, что в этой позиции черные уже даже на победу играют. Потому что у них фигуры намного активнее. Особенно вот этот слон в центре. Но все-таки король Д1 под шаг. Я пошел слон Ж1. Он сыграл ладья Д2. Ну, видимо, ходить король С1 уже совсем плохо было. В этом случае был бы шаг. И вот такой вот в итоге даже мат. Поэтому ладья Д2. Мой сыграл соперник уже фактически из отчаяния. Ну, я понятно уже могу здесь переходить в окончание. Чисто слоновое. И пешки посыпались. Посмотрите. У теперь пешек равное количество. Но я забираю оставшиеся белые пешки. Дальше. Король Е2. Забрал еще. Король Е3. Вроде бы защитил. Но я вышел. Ну и дальше уже вот эти вот две пешки. Проходные на королевском фланге. Фактически решили исход борьбы. Еще последовало король Е2. Слон Б4. Надежно блокируя все это построение белых. Ну и потихонечку я стал заходить королем на королевский фланг. При этом король Ж3, блокирующий ход, уже не помогает. Ввиду слон Е1. Ну и я зашел королем на Х4. Далее было Б4. Белые из отчаяния пытаются прорваться. Но вот так в итоге я выиграл слона. Забрал на Б4. И мой соперник сдался. Вот такое получилось довольно интересное окончание. Надеюсь, что данный разбор был вам полезен. И немного этот анализ повысил ваш уровень игры в окончаниях с разноцветными слонами при ладьях. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...